В прошлый раз мы с вами вкратце посмотрели на язык, на то, что такое Java, как в общих чертах выглядят программы на Java, но не вдавались ни в какие подробности. Сегодня мы начнем знакомство с языком Java с его самых основ. Самого простого, что только может быть, это примитивные типы. Ну и потихоньку на этом фундаменте будем строить все остальное, наше знание, на следующих занятиях. План сегодняшней лекции выглядит следующим образом. Для начала мы посмотрим, что такое примитивные типы, и поговорим о том, что в Java помимо примитивных типов есть еще типы ссылочные. По большому счету это объекты. Но нам они сегодня нужны только для того, чтобы объяснить, что такое типы примитивные, а об объектах уже речь подробно пойдет в следующий или через следующий раз. Нам сегодня важно понять, что такое примитивные типы. Дальше мы пройдемся по этим типам. Рассмотрим бульевский тип, рассмотрим тип для хранения символов, рассмотрим типы, которые хранят целые числа, дробные числа. Ну и, наконец, под завершение нашего сегодняшнего разговора, рассмотрим тему преобразования типов. На самом деле там есть много нюансов, поэтому тема последняя, но не самая простая и не самая малозначительная. Просто ее никак не поместить в начало. Ну погнали по плану. Вот на экране полный список примитивных типов, которые мы сегодня будем обсуждать. У нас есть в Java булевский тип, специальный тип для хранения исключительно логических значений. Истина или ложь. В CC++ у нас такого стандартного типа нету, на всяком случае на уровне языка. Бывают разные макросы, там type.deaf и так далее. Вот в Java это не так. В Java тип буллен, это встроенный, это ключевое слово языка, и он служит только для представления истины или лжи. Следующий тип из примитивных, это тип char. Он служит для представления одиночного символа. Его мы подробно обсудим. Следующие четыре типа идут группой, byte, short, int и long. Все они служат для того, чтобы представлять с разной точностью числа целые. Еще два типа float и double нужны для представления чисел с плавающей точкой. И, наконец, тип void. Он стоит особняком. На самом деле переменную типа void вы, конечно, завести не можете. Тип этот существует только для того, чтобы обозначать методы, которые ничего не возвращают. То есть обозначать возвращаемый тип метода, который ничего не возвращает. Мы с вами пример такого метода видели. Это public static void main в любой Java программе, который вы запускаете с командной строки. Вот, void, это в данном случае указывает на то, что метод main ничего не возвращает. То есть вы не можете из него сделать return какого-то значения. Вот, больше нигде void не применяется. Никаких переменных типа void не существует. Что объединяет все эти типы? Почему они примитивные? Ну, во-первых, они простые в общечеловеческом смысле. Ну, что может быть проще, чем булевское переменное, чем число или чем один символ? Ну, может быть, только отдельные биты. Но, впрочем, и с битами тоже можно работать в рамках этих типов. Следующая особенность. Все вот эти слова, которые вы видите, являются ключевыми словами языка. И вы не можете их использовать никак иначе, кроме как для задания типов какой-то переменной или возвращаемого значения метода. Третья особенность, ключевая, заключается в том, что значения этих типов передаются по значению. То есть переменные этих типов передаются по значению. Вот рассмотрим такой простой пример. Есть у нас переменная i, инициализированная значением 4. И тут мы заводим вторую переменную j и присваиваем ей i. Что должно произойти? Ну, наверное, j должно стать равным 4. Тут вариантов мало, и это действительно так. Следующей строчкой мы j инкрементируем. Если бы тип этот был ссылочным, то у нас бы проинкрементировалось и i, и j, потому что обе переменные указывали бы на одну область памяти, которая бы менялась синхронно. Но это не так. Так, типы у нас int примитивный, и поэтому никакое присвоение вот здесь не даст вам того эффекта, что значения разных переменных меняются синхронно при изменении только одной из них. Каждая переменная живет своей независимой жизнью, представляет свою собственную независимую ячейку в памяти. Ну и тут в комментарии написано, что после выполнения этого кода j будет равно 5, а i как было 4 равно, так и будет. Чтобы лучше понять на контрасте, что такое примитивные типы, в общих чертах один слайд буквально про типу ссылочные. Ссылочные типы нужны для того, чтобы хранить ссылки. На что ссылки хранятся в Java? На объекты, правильно, язык объектно-ориентированный. И все типы, кроме перечисленных на предыдущем слайде, в Java являются ссылочными, соответственно, объектами. Объекты у нас порождаются оператором new. На объекты у нас идет подсчет ссылок виртуальной машиной. Объекты автоматически уничтожаются, когда на них ссылок нету. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз. И объекты, кроме того, отличаются тем, что значения переменных ссылочного типа передаются по ссылке. Что это значит? Вот, опять же, пример кода. Создадим собачку по кличке Sparky. Какой-то вымышленный класс Dog. Предположим, что он у нас есть. И аргумент, который передается в конструктор, обозначает имя этой собачки. Соответственно, если мы thisDog.getName вызовем, то вернется Sparky. Почему бы нет? Дальше делаем махинацию аналогичной тому, что делали на предыдущем слайде. Заводим новую переменную и присваиваем ей значение переменной существующей. А дальше модифицируем значение, которое лежит в новой переменной. Присваиваем собачке новое имя. Фишка в том, что в результате мы получаем, что имя собачек, которые сидят в обеих переменных, изменилось синхронно. Хотя мы изменяли имя только по ссылке zDog. Почему так произошло? Потому что на самом деле вот это... Любые ссылочные переменные хранят в себе всего лишь ссылку на некоторый объект, который расположен в памяти совершенно в другом месте. И присваивание одной ссылочной переменной и другой ссылочной переменной копирует только ссылку. А дубликат объекта, там где-то далеко, куда ссылается ссылка, не создается. Поэтому мы спокойно можем иметь доступ к одному и тому же объекту по разным именам и хранить ссылки на него в разных переменных. Вот это ключевой признак ссылочных типов. В некоторых языках примитивных типов не бывает. И даже числа, и там буллины какие-нибудь являются объектами полноценными, и с ними можно делать разные интересные манипуляции. Но в Java это не так. В Java отдельно живут примитивные типы и отдельно объектные. Почему разработчики языка Java пошли на это решение? Ну, в первую очередь из-за производительности. Что очень актуально в таком небыстром языке, каким Java был на заре. В общем, вскоре после своего появления в версиях 1.0.1.1. Если бы каждое число было объектом и требовало бы выделения памяти в куче, подсчета ссылок, удаления, то все математические вычисления на Java выполнялись бы бесконечно медленно. И вряд ли это бы кого-то устроило. Поэтому пошли на такое решение. Ну, давайте теперь по всем типам пройдемся. Начнем с буллевского типа, который хранит логические значения, истину или ложь. Ничего больше у вас в буллевской переменной быть не может. Литералами буллевского типа, встроенными в язык, являются false и true. Это аналогично ключевые слова языка, которые ни для чего другого использоваться не могут. Вы так не можете назвать переменную, не можете так назвать класс, компилятор вам не даст это сделать. Это зарезервированные ключевые слова языка. Вот, соответственно, значение false и true вы никуда, кроме как в буллевскую переменную, не присоединяете. Откуда еще в программе берутся буллевские значения, кроме как из непосредственно литералов true и false? В Java любое сравнение, вот любым из этих шести операторов сравнения, дает результатом true или false. Вот, строго типизировано. То есть не какое-то число там, которое мы сравниваем потом с нулем, и на основании этого решаем, был ли там true или false. А конкретно значение либо true, либо false. Третьего не дано. Так, операторы у нас меньше, меньше либо равно, больше, больше либо равно. Это проверка равенства. Когда мы хотим узнать, равны ли два объекта, равны ли две переменные, мы используем двойное равенство. Не нужно путать его с единарным равенством, которое обозначает присваивание. Ну, тут от c никаких отличий нет. И проверка неравенства, которое возвращает true, если слева и справа значение неравное. Вот, очень важно еще раз подчеркнуть, что тип boolean не может быть приведен ни к какому другому типу. А также никакой другой тип к типу boolean приведен быть не может средствами языка. Этим, в частности, обеспечивается защита от таких ошибок программирования, как... Вот так можно написать в c, и компилятор это схавает. Присваивание десятки будет выполнено иксу. Это значение 10 является с точки зрения c истинным, и поэтому тело if'а будет всегда исполняться. В java, если вы вздумаете такое написать, у вас программа не скомпилируется, потому что ожидается, что условием if'а является выражение с типом boolean, boolean, логическое выражение. А это выражение, очевидно, таковым не является. Это выражение имеет тип int с точки зрения java. Из курса информатики, наверное, на первом курсе ничего это проходит, вам должны быть известны основные булевские операции. Конъюнкция, дизюнкция, исключающие или и отрицание. Все эти операции применимы булевским значением. Причем у конъюнкции и дизюнкции есть по два варианта. Два амперсанда или один амперсант и две палки или одна. Кто может сказать, в чем разница? Наверняка кое-кто уже знает. Да? Если бы это были числа, это была бы побитая операция, но применительно к boolean нет. Разница в другом. Которое неполное вычисление? Да, совершенно верно. Спасибо. Да, мы сейчас с вами на примере это посмотрим. Можно открыть правильный ответ. Операторы с двойным амперсантом и двойными палками дают нам вычисление по сокращенной схеме. Что это значит? Это означает, что если, допустим, мы вычисляем значения а и b. А двойной амперсант b. Вычислили левую часть этого выражения, левый оперант, узнали, что он false. Нету совершенно никакого смысла вычислять правую сторону, потому что ничего кроме false мы в результате уже не получим. Ну, когда это записано в виде... ну, давайте boolean x равно false. Опущу длинное слово boolean равно true. потом мы вычисляем if x и y то что-то будем делать. Значит, в этой схеме, когда компилятор, ну, то есть не компилятор, а во время исполнения уже виртуальная машина вычислила x, посмотрела, что он false, она понимает, что y вычислять не обязательно. Ну, когда здесь стоит переменная, то мы не сильно выигрываем, потому что там пару тактов еще на сравнение y с true, это, в общем, не критично. А вот если бы здесь стоял вызов функции, давайте даже не от y, просто f какой-нибудь, то разница была бы сильнее, гораздо сильнее заметна, потому что в зависимости от используемого оператора у нас функция f либо будет вычисляться, если левый аргумент false, либо не будет. Если это функция с побочными эффектами, то можно получить всякие веселые результаты, ожидая, что она будет вызвана, а она на самом деле в рантайме вызвана не будет. Так, ну, это мы рассмотрели сокращенное вычисление для конъюнкции. Что касается дизюнкции, там ситуация похожая, но чуть-чуть отличается. в выражении x или y, если мы видим, что левая часть true, то незачем считать правую часть, потому что true или что угодно, это всегда true. Вот, собственно, вся разница. И, наконец, у нас есть еще третий вариант операции, конъюнкция, дизюнкция, исключающая или, со значком равенства. Такая операция совмещает в себе и булевскую операцию, и присваивание. То есть мы можем сказать x и равно y. И это, по сути, означает, что x мы присваиваем значения x и y. Вот. Все операторы такого вида, где тут какой-то оператор и потом значок равенства, раскрываются в выражении полное. Вот такое. А аналогично с c и c++. Да, ничего особо нового в этом нет. Так, ну и чему будет равен x после вот этого выражения, если вот они определения x и y. false, да? Ну, разумно, да, потому что false и true. Так. Еще несколько примеров. Значит, чуть более сложное выражение рассмотрим. Тут у нас с a и b. Подумайте пока, чему равно c. Собственно, это открытый вопрос аудиторию. Чему равно c. Напоминаю, что крышка это исключающая или xor. Это не равенство, это равенство. Скобочки однозначно задают приоритеты и порядок вычисления. Четвертую строку пока не смотрите, она... Потом мы ее обсудим. Давайте сначала с третьей. Да. Да. Давайте разбираться, почему. Да. Можете объяснить? Правильно. Так, а что происходит, раз уж вы знаете ответы на следующее задание, то что происходит в четвертой строчке? Да. В данном случае я смотрю ВВ ВВ или А С и А С последние выражения это и С это и выражение Да, совершенно верно. Так, давайте сначала разберем еще пару слов, скажу про третью строчку. Почему можно с уверенностью утверждать, что это выражение равно true при любых А и Б? Потому что на самом деле открою вам небольшой секрет, операции XOR и операция не равно над булевскими переменами всегда дают одно и то же значение. Это можно легко проверить, перебрав все возможные четыре комбинации значений аргументов. Ну и в принципе из общего понимания того, что это за операция, тоже можно догадаться. Вот, поэтому С у нас равно true даже вне зависимости от того, чему равны были А и Б на входе. Просто всегда это вот тождество, тавтология. В четвертой строчке тут используется конечно стиль, которым пользоваться не стоит, но тем не менее для головоломной задачи на лекции вполне сойдет. Здесь происходит следующее. Вот в этой части не Б или А просто вычисляется булевское выражение. Ну, как правильно заметили, оно равно true. Дальше значение этого булевского выражения присваивается переменной С, причем с конъюнкцией. То есть ну, там происходит С равно С и не Б или А. по сути происходит вот это. Но несмотря на то, что это является присвоением, у оператора присвоения тоже есть возвращаемое значение, которое можно поиспользовать. Возвращаемое значение равно результату вычисления, тому, что в итоге записано в переменную С. Как мы с вами выяснили, это true. Ну и наконец вот это общее значение мы присвоили в переменную D. Итого D в итоге равно true. Да, вопросы? В данном случае, как вы видите, нет. Ну, как вы видите, здесь приоритет не одинаковый. Если бы он был одинаковый, то мы бы сначала вот это вот считали, а потом все остальное. на самом деле, извините, я вас немножко обманул, выше приоритет у того, кто стоит на первом месте. Просто по грамматике объявления и инициализации переменной там требуется, чтобы был тип переменной, имя переменной, знак равенства или какой-то оператор, а дальше выражение. Вот конфликта между приоритетом вот этого присвоения и любыми другими присвоениями вот здесь быть никогда не может, потому что они в принципе исходно вычисляются в рамках разных выражений. Сначала вычисляется целиком то выражение, которое после знака равенства, а потом результат присваивается переменной. я не утверждал, что аксор b и а не равно b всегда равно true. я утверждал, что эти два выражения всегда равны между собой. Они могут быть как false, так и true. Да, давайте еще обсудим в виде отступления такой вопрос, как объявление и инициализация переменных. Вот сейчас самое время, пожалуй, это обсудить. Вот первый реальный код, который оперирует переменными, который мы серьезно рассматриваем. объявление переменной в Java выглядит очень просто. Нам нужно записать имя типа, в случае с примитивными типами, это всего несколько слов нам нужно запомнить, ключевых int, byte, float, double и так далее. Поставить пробел или там tab, любое количество, и указать имя этой переменной, которую вы объявляете. Ну, в общем виде можно записать type name, где вместо type name подставляете имя, какие-то пробелы, имя переменной. При объявлении переменную вы можете сразу инициализировать, то есть написать равно expression какой-то, либо можете этого не писать и оставить просто boolean b, точка с запятой, ничего не присваивая. кроме того, в языке Java вы можете объявить несколько переменных за раз, просто поставив запятую и перечислив через запятую столько переменных, сколько вам нужно. Каждую можно независимо инициализировать, поставив равно и какое-то значение. Но вы теперь ученые, вы читали Java кодинг conventions, поэтому знаете, что такой стиль не рекомендуется, и поэтому каждую переменную следует писать на своей строке отдельным объявлением. Но язык это допускает, тем не менее, чтобы любители языка C, которые эмигрируют вдруг на Java, не сильно пугались и могли с чего-то знакомого начать, чтобы язык не был для них сразу враждебным и непонятным. на самом деле перед именем типа можно еще поставить модификаторы. Модификаторы бывают разные, но нам пока интересен только один. Я озвучу пока только один. Он называется final. Модификатор final говорит нам, что значение этой переменной можно присвоить всего один раз. Это чем-то похоже на константу, но константа обычно объявляется как конст ну вот как бы вы все написали. У вас не может быть написано конст x равно конст x просто, а потом какой-то код, который этот x вычисляет. В Java же с ключевым словом final вы можете творить более интересные вещи и сначала сказать, что у вас final переменная типа int с названием x, но не присваивать ей пока значение. а потом посмотреть на фазу луны там на текущую дату, не знаю, на расположение звезд и в зависимости от этих условий плохо видно на камере, да? Давайте попробуем красным. И в какое-то выражение то x присвоить 10 иначе x присвоить 20. Вот, на Java такое вполне возможно. При любой ветке значение x присвоится ровно один раз. Компилятор это может проверить и скомпилировать такой код. Да, вопрос. что еще раз? Синий или черный? Пу-пу-пу-пу. Ну, давайте попробуем переписать черным. На самом деле цвет, наверное, не имеет значения, нужно как-то пожирнее просто. Может быть вот этот? Это для бумаги мне не подойдет. Жалко. Ну вот, это вполне валидная с точки зрения Java-конструкции. У вас может быть сколько угодно веток, но до тех пор, пока вы в каждое из них ровно один раз присваиваете что-то x-u, этот код корректный. Компилятор может проверить, что однажды присвоив x-u значение, вы действительно его уже никогда не поменяете. Если же вы начнете писать просто последовательный код, который x-u присваивает сначала одно значение, потом другое, то компилятор такой код не скомпилирует, ибо x объявлен как final, то есть инициализируемый ровно один раз. Ключевое слово const в java есть, компилятор его знает, но только для того, чтобы поругаться, чтобы правильно построить фразу, которой вас поставить на место. Константы в java эмулируются при помощи final. Ну, собственно, ничем не хуже конструкции, даже умнее. так, что еще? Да, еще важный момент. Если вы переменную объявляете, но не инициализируете, как вы думаете, какое значение в ней будет? Кто-нибудь погромче скажите, пожалуйста, мне плохо слышно. Ноль. Ноль? Давайте я уточню, что переменная x объявляется внутри метода, допустим, метода main. Вот. Ноль, да? Это неправильно. что будет в этой переменной, мы не знаем и нету никакого способа узнать. Почему? Потому что компилятор не даст нам ее использовать до тех пор, пока мы сами в нее не запишем какое-то значение. То есть, если мы следующим шагом нашей программы напишем int y равно x, компилятор недвусмысленно нам намекнет на то, что значение x не инициализировано и, пожалуйста, не используйте его в вашей программе в выражениях. Ничего хорошего из этого не получится. Что? Когда вы передаете в процедуру вывода x, происходит та же самая ошибка. Вы пытаетесь использовать его значение. Компилятор это видит и не дает сделать. Да. там. Смотрите, если у вас между точкой, где переменная объявляется и точкой, где переменная используется, есть какой-то условный код, который либо исполняется, либо нет, то компилятор просматривает все возможные пути исполнения вот этого условного кода и проверяет, что во всех ветках возможных x присваивается сначала значение перед тем, как вы начинаете его использовать. Если есть хотя бы одна ветка, в которой x остается неинициализированным, компилятор вас пошлет. Это в случае, если это члены класса. А когда переменные внутри метода, то такого свойства нет. Но мы о классах будем говорить еще нескоро. Вот. Еще один пример. Ну, давайте скажите, что выведет эту программу. Арифметик exception. Молодцы. Так, объясните, пожалуйста, товарищам, что здесь происходит и почему так. так как у нас невинимые и все происходит. Да, совершенно справедливо. Замысел вот этой программы был в том, что мы сначала проверяем, что m не равно нулю, и только при этом условии начинаем на него делить, вычислять значение выражения n делить на m. но это был замысел в голове программиста и он не совсем соответствует реализации, как обычно. Вот. Поэтому программист тут написал одинарный имперсант и по факту даже если m у нас равно нулю, все равно вычисляются оба аргумента и слева, и справа от конъюнкции неленивым образом, по полной схеме. Вот. И при вычислении второго аргумента мы получаем деление на ноль, которое в java в случае целочисленных типов приводит к исключению. То есть ваша программа аварийно завершается и не выведет ни одну из этих строчек. Ни condition is true, ни condition is false. Вместо этого там будет длинное и интересное сообщение об ошибке. Впрочем, в котором будет написано, что это такие деления на ноль, что приятно. Так, в java есть еще такой замечательный тип, не являющийся примитивным, но тем не менее имеющий к нему непосредственное отношение. Тип называется java-lang-bullien. Плохо видно там в заголовке слайда. Нужен он с двумя целями в языке. Во-первых, для того, чтобы в тех случаях, когда нам нужно посмотреть на булевское значение как на объект, а не как на примитивный тип, мы можем использовать экземпляры этого класса. Экземпляры этого класса внутри себя хранят булевское значение, примитивное, true или false, но при этом снаружи выглядят как объекты, коими, собственно, и являются. Кроме того, кроме функции класса обертки, есть как минимум два полезных метода, статических метода в этом классе, которые вы можете вызывать, не создавая экземпляров этого класса, это методы parse boolean и toString от boolean. parse boolean преобразует строчку true в любом регистре в булевскую истину, любую другую строчку в булевскую ложь. А toString соответственно порождает строчку true или false из булевского значения. Вот, если вам вдруг где-то в программе понадобится, то вспомните об этом классе и об его утилитных методах не могут вам пригодиться. Ну, в зависимости от того, что вы передали, да, либо true, либо false в нижнем регистре. Нет, вот метод parse boolean может обработать строчку true в любом регистре. В каком бы она ни была, он вернет true вам. А все, что угодно, кроме true в любом регистре, дает false. Не-не-не-не-не, это не парсер выражений, разумеется, он только работает с константными строчками true и false. Ничего больше. Парсера придется писать самостоятельно. Так, ну, с boolean мы благополучно закончили, следующий тип у нас char. Вот, если я скажу, что под тип char отводится 16 бит, что он беззнаковый и что это целое число, то вы мне должны, наверное, сказать, какой диапазон возможных значений. Ну, кто-нибудь посмелее скажите погромче, а то опять ничего не слышит. Это что, 2 в 16-е минус 1? Да, совершенно справедливо. Собственно, писать не буду, потому что вот отгадка на слайде. По сути, char, значение char хранит в себе не просто какое-то абстрактное число, которое ничего не значит, а число со вполне определенным смыслом. Число хранимое в char соответствует некоторому символу. Символу в кодировке Unicode причем. В конкретной кодировке вне зависимости от того, в какой локале в операционной системе запущена виртуальная машина Java. тип char 16-бит. да, не весь Unicode в него влезает, вы совершенно верно заметили, но когда Java начиналась на тот момент в 90-х годах, Unicode еще не был настолько большим, и 65 тысяч, которые влезают в 16-бит, вполне хватало для того, чтобы все Unicode символы представить. Именно поэтому размер типа char 16-бит на момент появления языка Java этого было достаточно для того, чтобы любой символ с Unicode представить. Потом, когда Unicode вырос, а нынче в Unicode более 110 тысяч символов разных, да, для тех, кто не знает, Unicode это огромная база данных символов всех возможных известных науке языков в том числе вымышленных, например, эльфийского. Почему бы нет? Ну, нужна такая таблица для того, чтобы можно было писать тексты, которые одновременно в себе содержат символы разных языков. Например, лингвисты, я думаю, эту идею оценили. Им нужно писать на многих языках сразу в одном документе. Вот Unicode является, по сути, решением этой проблемы. каждому символу соответствует какое-то число в Unicode. Если это число влезает в 16 бит, то в Java оно представляется одним чаром, одной переменной типа чар. Если это число в 16 бит не влезает, то в Java используется специальная уловка, когда значение символа размазывается по двум переменам типа чар. Одна из них. Не берусь перевести это на русский, но слова там используются такие. Первый символ в паре чаров, обозначающих один линекодный символ, называется верхний суррогат. Второй называется, соответственно, нижний. Вместе они называются суррогатной парой. Один такой символ сам по себе никакого значения, никакого соответствия в юникоде себе не имеет. Но вот когда их поставишь вместе, два чара, один верхний, другой нижний суррогат, то они вместе обозначают один линекодный символ. С такими извращениями приходится иметь дело в Java, благодаря тому, что линекод со временем появления Java вырос. А обратная совместимость Java со всеми существующими программами это слишком ценный ресурс, чтобы им жертвовать. Поэтому какие-то фундаментальные изменения в языке проводить не стали. А вот такой полухак ввели. Вот. Но скорее всего на практике вам с этим столкнуться не придется, потому что все разумные языки, которые в работе вам придется использовать, понятно, русский, английский, может, украинский, европейский языки все, они вполне себе в один чар влезают. Откуда у нас появляются чары в нашей программе? Во-первых, можно напрямую записать символ в одинарных кавычках, и ровно это он и будет означать. Ровно этот символ у нас в переменную и запишется. Точнее, его юникодный код. Чар ц равно ну, не знаю, ё, допустим. В одинарных кавычках у нас записываются только символы. Двойные кавычки зарезервированы для строк, то есть последовательности символов. Если мы будем пытаться в одинарных кавычках записать более одного символа, то компилятор нам это не даст сделать. Ругнётся. Вот. Следующий способ записи чисел, записи символов в Java это escape последовательности. Опять открываем одинарную кавычку, ставим слэш у маленькое или большое, а потом четыре шестнадцатеричных символа, которые кодируют нам два байта этого чара. Ну, там любое значение ff 77. Почему бы нет? Вот. В результате в переменную c у нас будет записан код этого символа. ну, а код этого символа не что иное, как вот это вот значение, которое тут и записано. В принципе, можно было написать без кавычек, просто число. 0x ff 77. И это бы тоже в большинстве случаев сработало. но тем не менее, для того, чтобы подчеркнуть, что это именно символьный литерал, используют вот эту запись с одинарными кавычками и юникодным кодом с префиксом slash u. Ну, и еще есть специальные зарезервированные известные компилятору последовательности, escape последовательности. это slash t в одинарных кавычках, который обозначает символ табуляции с кодом номер 9. Символ n это символ перевода строки с кодом 10. Символ r это код возврата каретки, код у него 13. Кавычка, в принципе, можно и без бэкслэша писать, не знаю, почему я тут нарисовал. И собственно сделаем вид, что кавычки здесь нету. Это я, видимо, думал о строчках. Когда дело дойдет до строчек и когда значение окружается двойными кавычками, то одинарную кавычку внутри строки придется экранировать при помощи слэша. Вот ровно таким способом. Так, что демонстрируется как раз следующим примером, когда нам нужно внутри одинарных кавычек записать эту самую одинарную кавычку. Нам нужно ее предварить слэшем. Ну а когда нам нужен сам слэш, то его тоже нужно заэкранировать таким же слэшем. Ну и я уже обмолвился вкратце, что тип char легко конвертируется в числовые типы и из числовых типов. Вот этот пример ровно это и демонстрирует. Мы можем написать в виде целочисленного литерала значение и спокойно присвоить его переменной типа char. Компилятор нам это позволит сделать. Если не позволит, можно его попросить посильнее и использовать оператор приведения типа, и тогда уж он точно согласится. На самом деле над переменными типа char можно совершать арифметические операции. Сложение, вычитание, умножение, деление, побитовые операции. Но наверное этого делать не стоит все-таки, помня о том, что там не какое-то произвольное число, а код символа. Поэтому мы с вами при обсуждении char эти операции рассматривать не будем. Мы их рассмотрим следующим пунктом в рамках обычных целочисленных типов, которые хранят просто числа, не нагруженные какой-то семантикой. Аналогично Boolean у нас в языке Java в стандартной библиотеке есть стандартный класс обертка для символов. Называется java-lang character. Вот заметьте, не java-lang char, а java-lang character с большой буквы. Аналогично он может служить оберткой для примитивного чара в случаях, когда он нужен не примитивный тип а объект. Но кроме того в нем еще масса полезных статических методов, которые вам могут пригодиться. Некоторые из этих методов здесь перечислены, но на самом деле их там много. Намного больше, чем в Boolean. Мы в частности можем проверить, является ли символ буквой в нижнем регистре. Является ли он символ буквой в верхнем регистре. является ли он цифрой, просто буквой. Кроме того, мы можем символ из верхнего регистра перевести в нижний, обратно. И еще интересный метод, который нам позволяет из символов, соответствующих числам нашим десятичным, и, кстати, не только, получать их десятичные представления. Ну, что это такое на примере? Если у нас есть символ восемь, то, скормив его методу character get numeric value, мы получим просто число восемь. Не код символа восемь, который там где-то в районе пятидесяти, но я точно не помню, но где-то там. Вот, а мы получим настоящую честную восьмерку типа int. Что? Это работает со всеми языками, известным Unicode. А это, поверьте, если нету, он возвращает символ неизменным. Обычно. False. Ну вот, так получилось. Вы можете сначала проверить, что это буква. Вот, кстати, метод isDigit возвращает true далеко не только на арабские цифры, но и на цифры многих других письменностей. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг вы ему что-то скормите, он вам вернет значение не минус единица. А минус единица он возвращает, когда этот символ не соответствует никакой цифре. Если что? Это статические методы в классе character, которые мы вызываем следующим образом. Мы пишем character, это имя класса, в котором содержатся эти методы, точка tool uppercase. Вот так выглядит в java преобразование символа в верхний регистр. Вот таким выражением. Экземпляр типа character создавать не нужно. Это метод статический. Да, вот я вам долго рассказывал про то, что не все символы Unicode помещаются в один char, и в связи с этим есть аналогичные методы, которые принимают не char, а int. А в int уже любой Unicode символ влезает. Вот, то есть вместо того, чтобы передавать туда два чара, так называемую суррогатную пару, вы туда передаете просто int, который представляет собой уже правильный код, составленный из двух половинок. Ну, хорошо, давайте двинемся дальше, к основной самой интересной части. Это у нас целочисленные типы, коих в java, если не считать чара, четыре. Это byte, short, int и long. Количество битов в каждом из этих типов вот тут приведено. Байт это, соответственно, один байт, восемь бит, short это два байта, int четыре байта, long это восемь байт. Типы эти знаковые, у них всегда есть знак. Без знаковых вариантов этих типов нету. То есть ключевого слова unsigned в java не ищите, нету его. кроме того, что важно, размер этих типов гарантирован вам стандартом. То есть на любой платформе, где есть java, тип byte имеет ровно восемь бит, один байт. Тип int это ровно четыре байта. И никак иначе, тип long это ровно восемь байт. В отличие от c, где это зависит от платформы. Ну давайте вспомним, какие диапазоны представимы. Знаковые диапазоны представимы в восьми байтах, четырех байтах, двух байтах и в одном байте. Давайте я буду записывать, а вы генерируете версии. Ну давайте начнем с байта, с самого простого. Какое минимальное значение со знаком представим в восьми битах? Так, есть разногласия. Минус сто двадцать восемь. Давайте остановимся на этом значении, оно мне больше нравится. так, а максимум? Сто двадцать семь, да? Сто двадцать семь. Так, как эти значения получены? Что они по сути из себя представляют? Это степени двойки, ну почти. Да, на самом деле это минус два в седьмой да плюс два в седьмой минус один. Вот, в сумме ровно двести пятьдесят шесть различных значений. Двести пятьдесят шесть это у нас два восьмой. Хорошо, с байтом разобрались, давайте с шортом вспоминать. то же самое, только степень что степень? Пятнадцать. Хорошо, значит шорт это у нас от двух от минус двух в пятнадцатый до плюс двух в пятнадцатый минус один. Правильно? Все согласны? Так, а примерно чему это число равно, если возвести в степень? Ну так, чтобы представлять. Тридцать две тысячи семьсот шестьдесят пять, скорее всего. Вот это вот. Ну, насчет последних цифр я не уверен. В общем, тридцать две цифры, тридцать две на десять третий примерно. Порядок нужно представлять. Так, поехали. инт. Ну, ладно, вы меня уговорили, что тут, видимо, степени двойки. Не буду вас мучить. Два минус тридцать первой до два в тридцать первой минус один. А в десятичной системе, если возвести, это примерно чему равно? Это около двух миллиардов. Два в тридцать первой это около двух миллиардов. два на десять в девятый. Так, ну, и, наконец, лонг. Это от минус двух шестьдесят третий до плюс двух шестьдесят третий минус один. так, ну, ничего, это получается четыре восемнадцатый. Ну, вот примерно так. Как называется число с восемнадцатью нулями? Кто-нибудь помнит? Я возвел это в квадрат. Но, видимо, я сделал это зря. Да, вы меня поймали. Хорошо. Так, на чем мы сошлись? Какое тут число должно быть? Ну, в общем, это достаточно большое число. Так, ответ на доске, вот то, что мы с вами вместе вспоминали, тут на слайде. чтобы было потом проще вспомнить. Значит, я уже сказал, что размер фиксирован для всех платформ и все типы знаковые. То есть, никакого модификатора signed-unsigned просто, в принципе, нету. Кроме того, в отличие от CC++, short и long это самостоятельные типы, а не модификаторы типа int. То есть, вы не можете сказать short-int, компилятор вас не поймет. Компилятор знает тип short и знает тип long. Теперь, как записываются числа в наших программах на Java? Ну, во-первых, без затей можно написать просто число в десятичной системе исчисления. С плюсом или с минусом. Минус 128 — вот прекрасный литерал целочисленный. Если мы вначале напишем нолик, то компилятор Java будет считать, что это литерал в восьмеричной системе исчисления. Кстати, это невалидный литерал, потому что восьмерки в восьмеричной системе исчисления быть не может. Максимум, что мы можем, это 127 записать в восьмеричной системе исчисления. Шестнадцатеричное число имеет префикс 0x, а, соответственно, в виде в качестве цифр идут символы от 0 до 9 и от А до Ф. В любом регистре, большие или майки. Вот. До шестой Java включительно в Java не было поддержки двоичных литералов. То есть, когда вы напрямую записываете биты вашего числа, в Java 7 эта функция была добавлена. И если вы начнете ваше число с префикса 0b, b маленькое или большое, то компилятор у вас поймет, что дальше вы просто пишете биты вашего числа в явном виде. кроме того, Java 7 добавила еще одну полезную возможность. Вы теперь можете для понятности того, насколько большое ваше число, добавлять в произвольных местах подчеркивание внутри строкового литерала. Потому что, если это число с 18 знаками, то очень трудно понять, какая цифра с начала или с конца вас интересует. Значительно проще, когда, как обычно принято, каждые три символа отбиты. Кроме того, мы можем еще нашему литералу приписать суффикс l. Вообще можно l маленькое и l большое компилятор вас поймет, но если вы напишите l маленькое, то, скорее всего, не поймет программист, который будет читать этот код, потому что l очень похожи на единичку практически всегда. Поэтому рекомендуется писать l большое, и это означает, что данный литерал представляет собой не int, а long. Еще раз. int a равно вот так вот у вас не скомпилируется. а еще что у вас не скомпилируется, что интересно, это число больше двух миллиардов, ну, допустим, три миллиарда. Так, int b равно три раз два а, прошу прощения, не int, а long. Казалось бы, вот это число в long влезает, поэтому присваивание должно бы вполне корректно отработать. Однако на низком уровне компилятор смотрит вот на это число как на литерал типа int. Вот, когда он пытается распарсить, что здесь происходит, он видит вот это огромное число, поскольку у него нету префикса l, то компилятор считает, что это должен быть int, потом он считает цифры в этом числе и с ужасом обнаруживает, что в int это число не влезает и начинает ругаться. Программу не компилирует. Вот, чтобы ему объяснить, что вы на самом деле хотели это большое число и хотите константу типа long, вам нужно в конце написать большую букву l. Вот тогда вас компилятор поймет. вот они прекрасные арифметические операции, которые есть в Java. В общем-то ничего неожиданного. Все это мы уже видели в C++ и других языках. Деление, когда оно выполняется над целочисленными операндами, само является целочисленным. Это важно. Поэтому, например, если вы 5 поделите на 3, вы получите 1. И еще интересное соотношение, которое помогает разобрать сложные случаи деления с остатком. Вот оно здесь нарисовано. В Java для операторов целочисленного деления и целочисленного деления и остатка от целочисленного деления существует следующее соотношение. Вот это всегда выполняется. Вот для любого А и любого B, на которое мы его делим. Вот это выполняется. И знание этого выражения помогает разобраться в сложных случаях, когда у нас остаток отделения отрицательного числа на неотрицательное и прочие нетривиальные возможности. Иногда остаток отделения бывает отрицательным, например. В математике бывает по-разному. обживаю вот именно так. Кроме того, у нас есть операторы инкремента и декремента. Причем как префиксного, так и постфиксного. Как всяк. Так, в чем у нас разница префиксного и постфиксного? многие знают, но вот я предоставляю вам возможность блеснуть интеллектом и объяснить, чем И++ отличается от плюс-плюс И. Спасибо. Ну вот представим, что у нас есть в программе такая строчка. Пока не смотрим на варианты, которые рассмотрим чуть ниже. Значит, что у нас получится в переменной J? В J будет то же значение, которое было в I до инкремента. Да. А по выходу из этого выражения к I будет прибавлена единичка, и в переменной I уже будет значение на единицу больше, чем было. И на единицу больше, чем в J осталось. Если же мы напишем вот так, то к I сначала прибавится единичка, значение переменной I увеличится на единицу в памяти, в память запишется новое значение, и результат всего вот этого пойдет в переменную J. соответственно в J и I будет одинаковое число, равное тому, что было в I плюс единица. На эту тему есть шутка, кстати говоря, по поводу того, что язык C++. Это неправильно, что у него постфиксный инкремент, мы же хотим его использовать до его улучшений, правильно? то есть по-хорошему надо было язык назвать плюс-плюс C. Вопрос? Нет, учитывая адаптивную оптимизацию во время исполнения, это все не имеет никакого значения. Но я, конечно, как хардкорный фишник представляю писать плюс-плюс и в циклах. Впрочем, я не буду вас пытаться обратить в свою веру. Так, ну и как и везде у нас есть исключительные ситуации. Первая из исключительных ситуаций это деление на ноль. Когда мы целое число делим на ноль, то возбуждается исключительная ситуация, которая при отсутствии какого-то написанного разработчиком обработчика этой ситуации приводит к завершению программы. Есть способы эту операцию исключительную ситуацию перехватить, но мы их с вами будем потом обсуждать. Пока что программа у нас будет завершаться, если мы поделим на ноль, поэтому лучше просто перед делением проверять. Ну и это в любом случае правильнее проверять перед делением, чем ловить потом эту исключительную ситуацию. Второй полуисключительной ситуацией является переполнение. Допустим, в пунте переменной типа int у нас было значение на верхней грани представимого диапазона. И мы прибавили еще единицу. В итоге у нас с точки зрения математики произошло нечто некорректное, потому что i не может стать на единицу больше, чем было, потому что это значение на единицу больше, просто непредставимо типа int. Но, тем не менее, компилятор нам на это ничего не скажет. Кроме того, в процессе исполнения тоже никакой ошибки не случится, просто у вас втихаря значение int. И значение вашей переменной i будет некоторым сюрпризом. Поэтому, если есть вероятность того, что ваши числа будут действительно большими, вам нужно либо заранее позаботиться о том, чтобы выбрать тип достаточной вместимости, можно long, например, взять, если int не уверены, что хватит. Во-вторых, можно делать какие-то проверки, допустим, перед вычислениями и ругаться, если вы видите, что аргументы слишком большие и это грозит переполнением. Третий вариант это использовать специальные типы из стандартной библиотеки Java, которые имеют неограниченную точность и поддерживают все основные математические операции. Но это уже будут объекты, и мы с вами как-нибудь о них поговорим. Помимо простой арифметики над целыми типами у нас бывают еще операции двоичные, побитовые. То есть как это себе представить? Можно число, которое хранится в переменной, представить в двоичном виде, в виде ноликов и единичек, записать второй аргумент под ним, а дальше к каждой паре битов одинаковой значимости просто применить эту логическую операцию. Ну, мы можем, во-первых, конъюнкцию делать, дизюнкцию во-вторых, в-третьих, исключающие или. Так, что дальше попроще? Это у нас отрицание. Отрицание это унарная операция, которая ноль превращает в единицу, единицу в ноль. Кроме того, у нас есть три возможных побитовых сдвига. Вот этот сдвиг, не туда, показываю, вот этот вот, в джаве он пишется вот так, а это просто мнемоническое обозначение, которое помогает запомнить, что это такое. Конечно, слова SHR в джаве нету, как и всех остальных вот этих not and or. Вот эти угловые скобочки обозначают различные побитовые сдвиги. Скобочки вправо, как нетрудно догадаться, обозначают сдвиг вправо, то есть в сторону меньших разрядов, а скобочки влево обозначают сдвиг влево, то есть в сторону старших разрядов. При этом сдвига вправо бывает два разных. Два разных оператора, которые несколько разный эффект. Оператор, состоящий из двух угловых скобочек, называется арифметическим сдвигом, а оператор, состоящий из трех угловых скобочков, называется логическим сдвигом. Может быть, кто-нибудь готов объяснить, уже слышал, читал где-нибудь, чем они отличаются? Видимо, арифметический сдвиг это просто и знак сохраняется, а арифметический сдвиг это вы знали, вы знали. Да, совершенно верно. Значит, разница между этими двумя сдвигами видна только если аргумент, в котором вы сдвигаете биты, отрицательный. Если у него старший значащий бит единичка. Значит, в этой ситуации давайте ее рассмотрим. предположим, что у нас переменная шириной 8 бит. Вот. И попробуем сдвинуть ее арифметическим сдвигом на две позиции. арифметический сдвиг смотрит на старший бит. Ну, прежде всего он сдвигает. Давайте начнем с того, что он сдвигает. Раз, раз, раз. Так, выравнивание сбилось. 1, 0, 1, 1, 1, 0. сдвинули на две позиции то, что у нас было до сдвига. Исходное значение этой переменной. Вот эти два нолика уехали за правую границу и безвозвратно потеряны. Никакого циклического сдвига вот эта операция не возвращает, не выполняет, она просто теряет те биты, которые выехали за границу. А вот что происходит с этой стороны? Какие биты здесь появляются? Ну, вот, правильный ответ заключается в том, что тут появляются биты, равные тому, что было на старшей позиции сдвигаемого числа. В случае вот такого арифметического сдвига, то есть здесь будут две единицы. Здесь было бы столько единиц, насколько позиции мы сдвигаем. Теперь давайте рассмотрим случай, когда используется логический сдвиг. В логическом сдвиге освободившиеся позиции всегда заполняются нулями. Ну, а сдвиг влево бывает только один, потому что там единственный вариант, чем заполнять освободившиеся с правой позиции, этот вариант нулями. Ну, и, как обычно, у нас в комплекте идет совмещенное с операцией присваивание. То есть мы сразу вычисляем значение на основе текущей переменной, там, выполняя побитовый n с ней и присваиваем этой же переменной результат. Вот так для каждой операции, ну, кроме побитого отрицания, для которой это бессмысленно. Ну и еще в нагрузку нам со стандартной библиотекой достался набор классов оберток. Они также по именам соответствуют нашим примитивным типам, единственное, что парой к типу int является integer. Вот, в остальном один в один. В каждом из этих классов есть по две константы мин value и max value. Мин value это минимальное число, которое представимо в рамках данного типа. Это минус много-много. Max value это максимальное число. Соответственно, это плюс. Много-много на единицу меньше. Кроме того, есть набор полезных утилитных методов. Ну, во-первых, число всегда можно преобразовать в строку. Извините. Методом, статическим методом toString, который принимает на вход либо byte, либо short, либо integer, либо long, в зависимости от того, какому из классов оберток он принадлежит. Соответственно, long вы будете преобразовывать в строку при помощи класса long, его метода toString от long и так далее. Вы также можете преобразовать строчку обычную символьную в число. Вот такой разбор у нас прямо встроен в стандартную библиотеку и методы называются parseByte, parseShort, parseInteger и parseLong. И живут они в одноименных классах, принимают все string на вход. Кроме того, у нас есть семейство интересных методов, которые производят разные манипуляции с битами. Вот, например, bitCount позволяет узнать количество единичных бит в этом числе. Reverse позволяет битики в вашем числе перевернуть задом наперед, получить результат обратно в виде числа. ReverseByte делает реверс не по битам, а по байтам. Последний байт становится первым, но без изменения порядка бит внутри каждого байта. Это далеко не полный список. Если вы заглянете в JavaDoc по этим классам, то увидите там еще много интересного. Если у вас когда-то встанет задача делать что-то с битами внутри числа, то посмотрите сначала в стандартную библиотеку в эти утилитные статические методы. Может быть, там ваша задача уже решена. Ну, давайте разберем пару простых примеров. Значит, сначала у нас переменный i, переменная типа int, присваивается значение 2 миллиарда. Это вполне себе законное значение для типа int, поэтому здесь все нормально. Здесь мы используем фичу 7-ой Java, которая позволяет нам использовать подчеркивание для улучшения читабельности. То есть в 6-ой Java вот такая программка не скомпилируется. Следующим пунктом мы объявляем переменную j, которая имеет тип long и значение, которое в int бы не влезло. Вспоминаем, что нам для этого обязательно нужен суффикс l. Если бы вот этого суффикса l у 10 миллиардов не было, то код бы опять же не скомпилировался. Компилятор бы на него ругнулся. Так, ну давайте посчитаем, чему равно k в этом безумном выражении. Вот сначала третью строчку давайте разберем. 12 миллиардов и 1. Совершенно верно. потому что значение j будет использовано до инкремента, значение i после инкремента. Итого у нас вот к этому и этому добавится ровно одна единичка. Так, а следующим пунктом в четвертой строчке мы что делаем? Ну давайте сначала определимся, что это значит хотя бы. Не чему это ровно, а что это значит. Можно чуть погромче? деление с присваиванием, да, то есть по сути это означает k равно k делить на i. Хорошо. Теперь чему это, как вы думаете, равно? 5. Совершенно верно. Вы знали, вы знали. У кого-то калькулятор, что ли? Под партой. Молодцы. Да, 5, потому что деление у нас целочисленное, в переменной k у нас 12 миллиардов и 1, а в переменной a у нас 2 миллиарда и 1. Чуть-чуть не хватает для того, чтобы было 6, поэтому получается 5. Потому что деление целочисленное, при целочисленном делении у нас в джаве дробная часть отбрасывается. Тут никакого округления нет. Так, ну вот продолжаем безумство с битами. давайте посчитаем, чему у нас равно i. Можно также в 16-ричной системе говорить ответ, потому что переводить это в десятичную замучаешься. Так, у кого-то есть версия, можно погромче? ff2.0 в конце. Ну, давайте я запишу вашу гипотезу, обсудим. так, ну вот она, первая гипотеза высказанная. Есть другие варианты? то есть все согласны, да? Ну, если согласны, тогда давайте объяснять, почему это так. Кто может объяснить? совершенно верно. А почему у нас нету еще четырех f перед этим? Потому что у нас логический сдвиг правильно. Если бы сдвиг был арифметическим, то значение было бы другое. Там было бы еще 4 f перед этим. Так. Нет, нет. При арифметическом сдвиге у вас освободившиеся позиции занимаются знаковым битом. Знаковый бит в данном случае единичка. Соответственно, если его размножить на 16, получится ffff. Почему знаковый бит единичка? Потому что в 16-ти ричном представлении, если мы из 16-ти ричного это преобразуем, то мы получим первое f раскрывается в 4 единички, второе f в 4 единички, каждый следующий нолик в 4 нуля. Это ровно 32 биты, которые сидят в инте. Старшие единицы. Так, чему равно j? j это сдвиг на 24 бита. Так, есть еще версии. если все согласны, я тоже согласен, да, это верно. Так, по поводу k. Чему равно k? 0, да? Хорошо, пишу 0. Есть еще варианты? вопрос с подвохом, да, на самом-то деле. Ну, по-быстрому программу ни написать, ни проверить, но на самом деле значение k равно значению Маск без изменений. То есть ff 0,0,0,0,0,0. А знаете, почему? Чтобы никто не догадался. Потому что когда мы пишем x какой-то побитого и сдвиг y, то перед тем, как это вычислять, виртуальная машина Java вычисляет остаток отделения y на ширину типа данных. Вот сейчас мы работаем с интами, поэтому Java выполняет по факту сдвиг на y mod 32. 32 mod 32 это 0, поэтому никакого сдвига не происходит вообще. вопрос? Что можно? По-моему, можно. Да, но, честно говоря, я до такой жизни еще ни разу не доходил. так, завершительный этап нашего побитого безумия. прикинем, чему равно m. Опять же, можно как-нибудь не в десятичной системе, а словами описать. Не в сказке словать, не пером описать, чему равно m. Тильда это побитовое отрицание, то есть каждый нулевой бит у нас становится единицей. в целочисленных типах 0,1. Да. Плюс 0, минус 0 нет. Ну, как вы думаете, что будет, если к каждому нолику побитого применить отрицание? Что будет вместо каждого нолика? Будет единица, правильно. А если у нас в инте все единички, то какое это число? Так, значит, версии. Я как хаос сейчас буду дифференциальный диагноз писать. Давайте линерируем версии. Кто сказал maxint? Минус? Ну, это называется integer min value. Integer извините, min value, значит, без минуса min value. Так, еще варианты? минус 1. Как будто говорят те же самые, кто говорил про min value. Ну, и что? Какой же ответ правильный? Минус 1. Да. Давайте сойдемся на минус 1. Вот. Дома, если кому непонятно, разберитесь, как представляются числа в двоичном и дополнительном коде. следующая строчка. Когда мы минус единицу сдвигаем логическим сдвигом вправо на одну позицию, что у нас получается? У нас получается integer max value. Да. Максимальное положительное число. У него все биты, кроме знакового, равны единице. Так, и наконец, да, когда мы побитого отрицаем наш max value, получается integer min value. Да, совершенно верно. О, прекрасно, мы даже закончились целочисленными типами. Ну, теперь пойдем к вещественным, то есть к дробным числам. с плавающей точкой. Таких типов в Java ровно два. Это float и double. Float занимает 32 бита, double ровно в два раза больше 64 бита. Эти 32 и 64 бита разбиты на три части. В каждом типе по-своему. В типе float 1 бит отведен под знак, 32 бита отведено под мантису, 8 бит отведено под экспоненту. В double аналогичный один бит под знак, под мантису 52, под экспоненту 11. Что такое мантисы и экспоненты? Речь идет о представлении чисел в экспоненциальном формате, когда у нас в начале идет либо плюс, либо минус, в зависимости от того, какое у нас число. Следом идет мантису мантису так называемая, это самые старшие разряды нашего числа в некотором количестве, а дальше идет множитель вида 2 в степени экспонента. Ну и соответственно 23 бита мантисы в типе float представляют вот это основание, старшие ведущие знаковые цифры нашего числа. 8 бит экспоненты соответствуют вот этому числу, в которое возводится двойка для того, чтобы получить окончательный результат. Аналогично для дабл, там мантиса 52 бита занимает, экспонента 11. Типы float и дабл в Java точно такие же, как определяет стандарт EEE 754. Вот, собственно, это стандарт де-факто практически для чисел с плавающей точкой. И если вам интересно более подробно узнать, как он устроен, то можно почитать стандарт, можно почитать Википедию, там тоже неплохо описано, вот, разобраться во всех хитросплетениях. Как можно записать число типа float или дабл в вашей программе? Ну, первый, самый простой понятный способ, это сначала знак, плюс-минус, ну, или по умолчанию плюс можно не писать, целая часть, точка, дробная часть, это в десятичной системе счисления. Можно записать чуть-чуть посложнее в формате, приближенном вот к этому экспоненциальному. Мы записываем сначала мантису, опять же, в десятичной системе счисления, потом буковку е маленькую или большую, которая обозначает, что вот мантиса на этом закончилась, теперь мы говорим, пишем экспоненту. И дальше число, положительное или отрицательное, обозначающее экспоненту. Аналогично в десятичной системе счисления. То есть, по факту, вот эта вот запись, если ее перевести на математический язык, означает вот то, что в скобочках написано. минус 123 и 4 десятых умножить на 10 минус второй. А кроме того, по-моему, в шестой Джаве придумали, что дробные числа можно еще и в шестнадцатиречном виде записывать, явно задавая все биты. Вот, у нас, значит, здесь мантисы 4F, потом специальный символ P, обозначающий, что с мантисой закончена, и дальше идет экспонента. Также в шестнадцатиречной системе записанной. Ну и по факту это означает вот FFFF умноженное на 2 в степени FF 255. Вот, кроме того, вот после этого литерала вы можете еще написать одну из двух букв либо F, либо D. Если вы ничего не напишете, то этот литерал у вас будет иметь тип W. И, соответственно, вы не сможете написать выражение типа Float F равно 3.14. Почему вам компилятор не даст это сделать? Потому что литерал 3.14 в отсутствии каких-либо уточнений о его типе считается даблом, а когда вы дабл пытаетесь присвоить во Float, у вас компилятор легонько бьет по рукам и говорит, что ай-яй-яй. В общем, это компилироваться не будет. Поэтому, чтобы скомпилировать вот такое присваивание, нужно явно сказать, что да, у нас дорогой здесь константа типа Float, написав здесь букву F в конце. Смысла писать букву D особого нету, ну, разве что только, чтобы подчеркнуть еще раз, напомнить тому, кто читает вашу программу, что константа имеет тип дабл. Вот. Ну и тут несколько примеров того, как еще с этими суффиксами выглядят числа. В общем-то, ничего принципиально нового, но немножко просто, чтобы привыкнуть, как они выглядят. Операции. Замечательно. Все те же арифметические операции, что мы видели для типов целочисленных, поддерживаются и для вещественных типов. И даже ура-ура инкремент и декремент, которые по-честному делают плюс единицу и минус единицу. Но, к счастью, все-таки разработчики языка Java вовремя одумались и побитовые операции над дробными числами они делать не дают. Хотя, если очень захотеться, на самом деле лазейка есть. Можно вытащить все биты W или Flow, это в виде лонга или инта, вот, над ними проделать побитовые манипуляции, а потом обратно получить по этому представлению из инта или лонга. Float или Double. Вот, но так, конечно, делать не стоит. Всяком случае, ни одного разумного объяснения этому я не знаю. Вопрос был? Вот это вот остаток отделения. Это означает остаток отделения ровно так же, как для целочисленных аргументов. Чтобы понять, что такое остаток отделения, можно вот этим же выражением воспользоваться, перенести вот это вот в левую часть, и мы понимаем, что остаток отделения А на Б это А минус А, деленное на Б, умножить на Б. Ну вот, сами можете перенести это в левую часть и понять. Рассмотрим несколько особых случаев. Тут их несколько больше, чем для типов целочисленных, потому что все-таки тип с плавающей точкой чуть более сложен в своем внутреннем устройстве и свойствах. Ну, во-первых, деление на 0 у нас здесь не возбуждает исключительную ситуацию и программа прекрасно себе продолжает работать. Просто в качестве результата вы получите нечто очень неожиданное. Если вы делили положительное число на 0, то вы получите специальное значение плюс бесконечность. Если вы делили отрицательное число на 0, вы получите минус бесконечность. А если вы делили 0 на 0, то получите вообще не число. Так называемый non not a number. Вот. Да. Это будет non. Невозможно вычислить 0 умножить на бесконечность. Никакого определенного значения этому не приписать. Поэтому, ну, если вы, конечно, не рассматриваете какой-то конкретный предел, а когда у вас уже есть плюс бесконечности, уже есть 0, то и перемножив их вы ничего кроме non не получите. Есть другие забавные способы получить non, например, из плюс бесконечности вычесть бесконечность или там сложить плюс бесконечности и минус бесконечности. То есть бесконечности бывают разные в математике, поэтому результат не определен. Нельзя говорить, что получится 0. Вот. Кроме того, мы с вами для целочисленных типов рассматривали, что происходит при переполнении. там происходит втихую, втихаря перескок из допустимого значения, там, допустим, max value. Мы прибавили единицу и получили min value. Здесь результат чуть-чуть другой. Если мы последовательно увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем наше число, и оно в итоге перестает влезать в отведенную точность, то мы получаем плюс бесконечность в конце концов. на предыдущий слайд? Вот. Считаем, что это целочисленное деление. Ну, как это, извините, не целочисленное, а целая часть частного, скажем так. на самом деле мне в работе ни разу остаток отделения дробных чисел друг на друга не пригождался. Ничего страшного, если вы будете ну, если что, в общем, со словарем разберетесь, главное. в связи с тем, что у нас иногда возникает плюс бесконечности, вопрос на засыпку. Как вы думаете, если мы к числу к переменной типа флот будем прибавлять единицу в цикле, мы сможем догнать ее до бесконечности, эту переменную? Что? Нет, если мы прибавляем единицу, и оно изначально было, допустим, нулем. Не-не-не, подождите, я вам только что объяснял, что если мы увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем число, то тут никакого перескока в отрицательные числа вдруг не произойдет. Это уже не целые числа, это числа вещественные. Вот поэтому, собственно, и вопрос. Если у нас есть вещественная переменная, допустим, типа флот, мы в цикле прибавляем единицу до посинения, вот как вы думаете, чем завершится этот процесс? Можете объяснить оба варианта поподробнее? Так, а что это по факту для программы-то означает? Она завершится, программа? Завершится. Теоретически? Ну, допустим, что мы ей дадим работать ровно столько, сколько она хочет, пусть там сто лет она работает, она завершится? не понял это утверждение, извините. Да, она кодируется этим специальным значением. Вы можете допустить это включение вещества? Нет, это невозможно. Это не целые числа, и здесь все гораздо строже. Если в процессе вычисления суммы вашего числа с единицей определено, что этот результат уже не влезает в данную точность, то будет бесконечность. Тут нету такого, что вы случайно попадете в эту битовую последовательность, которая обозначает бесконечность. бесконечность это более явная и определенная вещь. Так вот, возвращаясь к вопросу, значит, я услышал ответ, что программа завершится, потому что мы достигнем бесконечности в итоге, да? Прибавляя единичку. В этот момент в битовую ресторанную числа можно не быть глиняным, если у вас большого числа в последовательном возможностях. Правильно. Вот. Ровно это я и хотел услышать. В типе флот, значит, значимых цифр у нас порядка 6-7. То есть, если, допустим, мы захотим в типе флот сохранить число 38 миллиардов там, не знаю, бла-бла-бла, то мы в качестве значения этого флота, конкретно представление в памяти получим 38, и еще первые, ну, допустим, в сумме 7 ведущих цифр, 7 старших десятичных разрядов нашего числа, которые мы там хранили. А за рамками, значит, миллиард это у нас раз, два, три. Получается, что еще 4 младших разряда у нас просто не хранятся, не представляются, потому что во флоте для них места нету. А прибавление единички, оно как раз должно увеличивать на единицу вот этот самый младший разряд, который нигде не хранится. Ну, что делать? В итоге вы получаете после прибавления единицы то же самое число, с которого начинали. Таким образом бесконечность никогда не будет достигнута. Вы просто зациклитесь, будете прибавлять единицу до бесконечности, а ваше число не будет меняться. зато можно получить бесконечность, если вы будете постоянно умножать ваше число на 2, допустим. Я проверил, кстати говоря, чтобы из дабловой единицы получить бесконечность, нужно ровно 1024 раза умножить его на 2. Вот, любопытный факт. И бесконечность действительно получается. Так, вот, и по поводу нана еще интересный факт, что любая операция с наном дает также нам. Даже, допустим, операция минимум из двух чисел, есть такой утилитный статический метод в классе math, принимает два аргумента. Если вы ему скормите два аргумента, один из которых нам, то в качестве минимума вы получите тоже нам, несмотря на то, что второй аргумент вполне разумное число. То есть, что бы вы с наном ни делали, он, как вирус, распространяется и порождает наны во всех частях вашей программы, где идет работа с вещественными переменными. Вот, второй любопытный факт из биографии нана, это то, что он не равен самому себе. То есть, для того, чтобы проверить, а не нан ли у меня в переменной, вы не можете использовать оператор сравнения. Боже мой, это, конечно, очень странно, но, тем не менее, стандарт EEE 754 этого требует. Вот, и Java тут ничего своего не добавила. Для того, чтобы проверить, нан это или не нан, для ответа на этот сакраментальный вопрос, в типах float и double, которые, как всегда, у нас присутствуют классы и обертки, существует утилитный метод из нан. Вот вы туда вашу переменную передаете и узнаете, а нан в ней или нет. Явное сравнение с константой нан, которая, кстати, там же объявлена, статическая константа, вам никогда true не даст, даже если у вас действительно нан в переменной. Кстати, среди констант есть также вот эти самые бесконечности, вполне конкретные, плюс бесконечности, минус бесконечность. Если вы заглянете в исходники, то увидите, что эти бесконечности получаются делением единицы на 0 и делением минус единицы на 0. То есть там прям так и написано, позитив инфинити равно единице делить на 0. Так, также мы умеем преобразовывать число в строчку и обратно парсить из строчки дробные числа. Галупом по Европам, Галупом по Европам время уже заканчивается. скажите, пожалуйста, а мы что с вами правда здесь уже почти два часа находимся? Да? Извините, увлекся. давайте сделаем небольшой перерыв, потому что голова уже пухнет. галупом по Европам, галупом по Европам, галупом по Европам, нет, Продолжение следует...